Доброе утро! Видеокурс Школы ИЦАНЬ. С вами Анатолий Криводедов. Первый урок третьего сезона Школы я хочу посвятить такой технике, которая официально у нас не звучит по программе, как отдельное шели, но тем не менее его можно рассматривать как дополнительное шели, дополнительное, если уточнить, туй-шоу шели, шели, которое применяется в туй-шоу. В то же время, безусловно, можно рассматривать это шели как проработку тела и проявление. Это хорошо как для здоровья, так и прикладные возможности. Очень хорошо прорабатываются плечевые суставы, ну, в принципе, все суставы. Итак, я хочу познакомить вас с техникой, которая по-китайски будет звучать. Два варианта техник. Шан, ло-сюань, шели и ся, ло-сюань, шели. По-русски можно содержание и основное назначение передать словами верхний винт и нижний винт. Они передают вкручивающие усилия, которые мы можем применять в туй-шоу либо сверху, либо снизу. Итак, шан, ло-сюань. Это шели мы можем выполнять как позиции пин-бу на начальном уровне, так и позиции дин-бабу. Ну, и также на более продвинутых уровнях мы можем добавлять шаги и уже будет дзоубу, верхний винт, дзоубу нижний винт или дзоубу шан, ло-сюань, шели или дзоубу ся, ло-сюань, шели. Перед началом выполнения я также рекомендую выполнить какой-то столб для верхнего винта я бы рекомендовал столб туй-то-джоуан. В принципе, можно его начинать из чен-бау, из других столбов. Наиболее точно передается техника, начиная от этого столба. Мы вначале также собираем свое тело, успокаиваем ум, регулируем дыхание. И когда мы отпустили все ненужное напряжение, сконцентрировали свой ум, расшевелили по основным направлениям наше тело с помощью ума. Я напомню кратко, вначале мы берем направление назад-вперед, затем добавляем назад-наружи, вперед-внутрь и добавляем назад-вниз, вперед-вверх, вниз-вверх. Расшевелили по направлениям и можно переходить непосредственно к технике шели. Винтообразное движение, подталкивающее к центру, в данном случае правая рука совершает. Левая рука делает отводящее движение в сторону, примерно в этом же направлении. Все усилие идет от стопы, передается в тазобедренный сустав. И если вы правильно сформировали КОА, то это все передается в плечо и в руку. Смена направления. Не торопясь, спокойно, слушая, в первую очередь, чтобы плечо не включалось напряжение. Прослушайте вот это вращательное усилие в плечевом суставе, в тазобедренном суставе. Они носят единый характер. Вначале больше внимания можно уделить основной руке, которая выполняет движение вперед-вверх. А затем обратить внимание на работу вспомогательной руки. Конечно, важна работа и той, и другой руки. Но, чтобы не рассеивать внимание, можно отдельно просмотреть правую и левую руку. Можно вот это движение рассмотреть с точки зрения Бошу или Кайхэ, или в нем есть вот эти все детали. Посмотрите, как работает техника, если смотреть сбоку. Пятка слегка приподнимается, стопа ввинчивается. Есть усилие вверх, есть внутрь, вперед. Чтобы максимально хорошо понять движение, конечно, нужно практиковаться в той шоу. Вы должны иметь какой-то опыт. И когда у вас получается дать усилие точно на центр тяжести партнера, вы понимаете, что вы делаете. После того, как вы достаточно хорошо, плотно проработали этот верхний винт в положении пинбу, можно пробовать его в положении динбабу. Также выстраиваете позицию. Можно также перед этим выполнить стоп Чентуо Джуан. Расшевелить по направлениям и затем перейти к шиле. Вот работа телом шиньфа. Можно сказать, что это такой движок, который универсальный для очень многих техник. Важно все время иметь в виду самую длинную, самую стратегическую прожонку, связывающую вашу голову со стопами. И все усилия идут уже от нее. Также есть ввинчивание стопы. Поделали с одной стороны, затем с другой. Когда я делаю усилия впереди стоящей рукой, я не должен переносить весь тело слишком назад. Я должен давить, вкручивать эту стопу. В принципе, мы все это делали на предыдущих техниках. Такой же принцип у нас сохраняется. Из-за того, что можно сделать. И после того, как вы проработали в позиции динбабу, можно попробовать сделать это все на шагах. Когда мы движемся вперед, я делаю движение сзади стоящей руки. После шага опять сзади стоящая рука. Когда я двигаюсь назад, я делаю на месте сначала с передней рукой. И на отшаге у меня работает в первую очередь впереди стоящая рука. Слушайте, чтобы были задействованы все направления. Смена направления при касании стопы происходит. Можно добавлять разные вариации шагов с подшагом или просто на основе мацабу. Можно делать разную амплитуду, смену, варьировать направление. И после этого закончить в любом столбе, постоять, успокоить тело, отдохнуть. На что обратить внимание на то, что не стремитесь освоить как можно большее количество техник. Начинайте с азов, начинайте с базовых столбов, с базовых шили. Вот в данном случае шили, которое я выполняю, оно уже больше полезно, большую свою пользу приносит для тех, кто уже выполняет шуанту и шоу, двойные толкающие руки. И в этом случае у вас есть обратная связь как к применению, так и к правильному наполнению техник, когда выполняете в одиночном варианте.